Продолжение следует... Какие приемы, какой опыт, какая практика развертывания беспроводных устройств есть на сегодняшний день и будут готовы ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Во второй части вебинара буду выступать я и расскажу о том, какие новинки у нас появились в прошивке. Расскажу немного о центре охраны 5.1, который вышел в релиз вчера-позавчера и немного расскажу о наших ближайших планах. Вот такая у нас сегодня будет программа. Сейчас я передаю слово Павлу. Павел Виленский, Риэлто, вам слово. Павел Виленский, Риэлто, вам слово. Павел Виленский, Риэлто, я специалист техподдержки компании Риэлто и сегодня мы с вами пообщаемся про особенность применения беспроводных извещанителей на объекты. Сразу хочу отметить, что в принципе эта информация вам будет полезна и не только касательно нашего радиооборудования, то есть она в общем-то общая для всех подобных систем, поэтому в своей практике вы сможете это успешно применять и я надеюсь это вам поможет. Вот наш первый слайд, значит, это состав системы NordGSM на данный момент. Пожарный извещатель, ретранслятор, кнопка тревожной сигнализации, извещатель объемный, извещатель развития стекла и магнит-контактный извещатель. Значит, хочу отметить, что есть у нас таблица на корректировочной дальность радиосвязи. Не стоит воспринимать эту дальность как абсолютную величину, потому что она у нас сильно зависит от различных факторов, например, таких как препятствия на пути радиосигнала. Это могут быть стены, перекрытия, зависит от материала, из которого сделаны эти стены, эти перекрытия, а также по помеховой обстановке на объекте. Вот, допустим, если взять первую строчку таблицы, улицы, да, до 200 метров, это не значит, что точно будет 200 метров, например, если у нас на пути радиосигнала там растет дерево, стоит сарай, забор, то, естественно, эта дальность у нас может уменьшаться. Также, если присутствует какая-то помеха постоянная, то она тоже будет мешать работе системы. Дальше, допустим, офисное здание, железобетонные стены, толщина 24 см, при площади помещений где-то 50 квадратных метров. В этом случае мы можем получить в среднем где-то 39-40 метров дальность радиоканала. Но, опять же, надо учитывать, что там сэкономили у нас строители на обрешетке железобетонной стенах или не сэкономили. То есть тоже может быть и плюс, и минус, то есть это расстояние может варьироваться. Вот, или, например, жилое здание, железобетонные стены 14 см, площадь помещений 15 метров, так как в этом случае у нас перекрытие по стенам будет большое, а площадь помещений маленькая, то, в общем-то, и радиус действия тоже может уменьшиться, хотя он может быть, в принципе, в два раза больше. Ну, например, у кирпича там, через кирпич сигнал лучше проходит, поэтому дальности больше 100 и 43 метров в зависимости от площади помещений. Вот, сейчас еще немножко отвлекусь. Хочу сразу сказать, если у вас возникают уже какие-то вопросы по ходу вебинара, вы можете их в общем чате задавать, и мои коллеги будут вам в чате отвечать на эти вопросы. Вот, ну, переходим к следующему слайду. Например, пример такой конструкции, да, штукатурная стена, а под штукатуркой у вас, возможно, может быть вот такой сюрприз, как металлическая сетка. Да, а, допустим, как вот у нас был живой примерный объектик, при монтаже электропроводки, да, какой-нибудь мудрый электрик там случайно как-то там зацепил с заземленной частью розетки, вот эту сетку, она у вас еще и заземлилась, по всему прочему. Ну, и, соответственно, пока выяснили, в чем причина, сломали всю голову с этой сеткой металлической, вот почему плохое распространение радиосигнала на объекте. А причина крылась вот в таком вот неудачном, ну, в такой неудачной ситуации, да, металлической сеткой, да, еще и заземлилась. Вот, ну, например, следующий слайд. Каркас для гипсокартона, тут еще хорошо часто бывают и поперечные рейки. Вот, то есть он сам к себе металлический, то есть при монтаже радиооборудования на такую стену можно попасть на одну из таких рей, да, плюс еще в этом каркасе мы видим силовой кабель, который тоже, в принципе, будет мешать работе радиосистемы. Вот, также вот в таких закрытых, да, стенах, загибзокартона у нас могут скрываться фановые трубы, да, которые дают нам тоже улучшение радиосвязи, водопроводные трубы, металлические могут, газовые трубы скрываться, ну, в общем-то, все, что угодно там может быть, то есть поэтому надо на объекте осторожно относиться к таким конструкциям. Ну, и если есть возможность, например, даже, если есть возможность попасть, например, на верхний этаж, где там, допустим, невыполненный ремонт, сходить, посмотреть, что идет, не идет ли там фановая труба или еще что-нибудь в этом роде, чтобы быть готовым к отличным сюрпризам такого рода. Ну, вот, дальше тоже реальная ситуация, с реального объекта. Справа жилой дом, слева баня, и все это в прямой видимости. Нод GSM-система стоит в помещении, в здании, в доме, ну, и в бане установлен пожарный извещатель. И, в общем-то, радиосвязи нет, хотя вроде как по всем параметрам должна быть. Как выясняется, крыша у нас в бане из металла черепицы, ну, и, в общем-то, в связи с этим сигнал у нас до прибора прямоконтрольного не доходит. Ну, решение данной ситуации – установка ретранслятора. Соответственно, после этого сигнал проходит. Ну, как вариант, либо, ну, надо что-то придумывать там с перемещением контрольного прибора, либо самого извещателя, если это возможно. Следующий слайд. Еще один реальный объект. Значит, тоже дом. Другое помещение на территории. Тоже прямая радиосвязь. То есть прямое открытое пространство. Там единственное, что достаточно приличное удаление. И, вроде бы, все должно быть хорошо. Ну, как выяснилось, металлическая дверь закрыта, радиосвязи нет. Металлическая дверь открыта, радиосвязь есть. Дверь открыта, извещатель винится, и все хорошо. Закрывают дверь, извещателя нет, извещатель теряется. Ну, здесь решением было просто перемещение приборов в поле видимости через окно. Там вот так вот решилось. Ну, как бы, изначально получилась такая вот ситуация. Ну, тоже пришлось поломать голову. В чем же дело? Следующий слайд. Здесь представлена некая помеховая ситуация на объекте. То есть мы видим, что по основной частоте у нас идет постоянная помеха. Это вот этот вот сигнал. Сейчас я попробую показать вам. Вот, да, это у нас идет постоянная помеха. И, соответственно, вот здесь мы видим, да, попытка передачи извещения на основной частоте. Оно у нас совмещается с помехой, и в этом случае прибор у нас ничего не получает. Но так как мы стараемся сделать наше оборудование пригодным для работы в сложных условиях, да, у нас автоматически происходит переключение на резервную частоту, что мы здесь и видим, да, в приборах. Система переключается на резервную частоту, и на резервной частоте уже посылает извещение, которое с помехой не совмещается и проходит. Но вот, как мы видим, вообще сложный объект, да, то есть тут постоянная помеха присутствует. И на самом деле, ну, сложно достаточно работать радиосистеме в таких условиях. Вот в связи с этим, как рекомендация, да, если есть возможность у вас на объекте, то нужно проводить обязательно, ну, не обязательно стараться, да, эти возможности провести анализ частотной обстановки, да, если есть у вас частотный сканер, частотный сканер с нихером так называемый, чтобы понять, что у вас там происходит. Также желательно, да, хотя бы, да, визуально посмотреть, там не стоят ли еще какие-то радиосистемы на этом объекте, вот что это за радиосистемы, посмотреть, как они работают, вот, потому что есть радиосистемы, особенно, которые не привязаны к энергопитанию, да, то есть не на батарейках, а работают от сети, от постоянного источника питания. И там, в принципе, для улучшения работы, для улучшения надежности работы этих радиосистем просто достаточно постоянно что-то передавать в эфир. Поэтому они эфир засоряют примерно так же и мешают работать другим радиосистемам. То есть на это надо обращать внимание обязательно. Вот если у вас нету возможности провести частотный анализ на объекте и так далее, то, в принципе, наша система обладает возможностью индикации качества связи. Для этого достаточно на объекте, допустим, вы там уже представили, куда вы хотите поставить извещатели на объекте, вы развертываете систему, там, допустим, прибор и прямоконтрольный, и хотя бы один извещатель вам нужен для этого. И вы можете по помещениям передвигаться, примерно выбирать место установки, извещателя планируемая, да, и, скрывая корпус, он у нас различными сигналами светодиода, да, отражает качество связи в конкретном месте, где вы планируете его установить. Также, ну, это управляется тампером, можно, если вы там сразу не уловили, что эту информацию вам извещатель выдал, вы можете тампер повторно нажать, отпустить, сымитировать закрытие и вскрытие корпуса, и он вам, опять же, отразит качество связи. Значит, там есть следующие варианты качества связи. Три зеленых вспышки – это зона уверенного приема, две зеленых вспышки – это зона хорошего приема, и одна зеленая вспышка – это зона неуверенного приема. Плюс серия коротких красных вспышек – это связь отсутствует вовсе в этом месте. Мы рекомендуем выбирать, ну, устанавливать извещатель в первых двух зонах, в этих вот, да, это уверенная и хорошая зона приема. Связано это с тем, что, если, например, мы оставим извещатель в зоне неуверенного приема, то различные факторы, такие как, например, передвигающиеся люди на объекте, открывающиеся, закрывающиеся двери и так далее, могут вот этот фактор с одного зеленого, с одной зеленой вспышки привести у нас в серию коротких красных, то есть потерю извещателя и потерю связи вовсе. Ну, это ненадежно, поэтому лучше избегать установки в зоне неуверенного приема. Также хочу отметить, что на объемном извещателе у нас до прошивки 0,5-0,3, ой, 0,5-0,6 прошивку можно посмотреть по бирочке, она сюда вынесена, на этом извещателе 0,5-0,3, то есть она раньше, чем 0,5-0,6, то есть, собственно, до прошивки 0,5-0,6 у нас стоял приоритет тревоги, приоритет сработки извещателя, и поэтому при вскрытии, если в зону перриэлемента чувствительного попадало движение, то он у нас выдавал серию красных вспышек, как при тревоге, поэтому можно было перепутать качество связи и решить, что связи нет. В извещателях с версией прошивки 0,5-0,3, ну и ниже 0,5-0,6, нужно обращать внимание на, ну, точнее, стараться при встрече корпуса не вызвать тревогу на извещателе, чтобы он не определил движение, либо для индикации качества связи закрывать перриэлемент, допустим, пробочкой там от Кока-Кола, ну, чтобы у нас не было сработки, не было движения на перриэлементе. Вообще-то такая рекомендация, чтобы точно посмотреть качество связи, чтобы не отвратился на у нас ошибки. Значит, вот дальше следующий слайд, это такой слайд, мнимая зона действия радиосистемы. Значит, для чего я его нарисовал? Есть такое сложившее сомнение, как, например, раньше, когда только появились беспроводные декотелефоны в продаже, ну, например, при покупке в магазине я приходил, там спрашивал, сколько, какая дальность декотелефона, и там говорили, допустим, 200 метров на улице и 50 метров в помещении. И у меня вот складывалось, как у большинства потребителей, допустим, вот такая картина, да, тут мой телефон, образно говоря, наша радиосистема, прием контроля приборов, и я вот здесь, где хочу, на радиусе 50 метров развешиваю извещатели, и у меня все будет хорошо, уверенная зона приема, все будет хорошо работать. Вот. На деле так не получается. А получается у нас следующая картина. Что, скорее всего, это будет вот так. Значит, вот наш прием контрольный прибор. Ближайшее помещение у нас будет уверенная зона радиосвязи. Дальше, там, через одну стену мы еще пройдем, тоже будем в уверенной зоне радиосвязи, но позже, чуть дальше она у нас уже будет хорошая. И уже там через вторую стену мы можем выпасть в зону неуверенного приема. А дальше вообще нет приема. В коридоре, так как тут прямая видимость, да, мы получим большую дальность хорошего, хорошей зоны приема, там, и уверенную зону приема. И где-то в конце у нас там может быть возникнет неуверенная зона приема. Ну и вот с этой частью так же, да, и, допустим, здесь вот у нас кусочек еще в этих помещениях будет хорошего приема, а дальше уже не будет. Ну и, допустим, вот для такого помещения вообще рекомендовалось бы прием контроля прибора разместить где-то в середине, да. И, соответственно, тогда у нас уже сам охват по зоне увеличивается. Ну и, собственно, хочется отметить два момента, да, как я уже говорил. Это люди, да, вот у нас зона хорошего приема и неуверенного приема. И вот, например, перемещение где-то на границе этой зоны, если мы куда-то сюда поставим извещатель, пожарный, допустим, да, который у нас круглосуточно должен работать, и в этом помещении будут перемещаться люди, то у нас вот эта красная зона может сдвигаться, например, каким-то образом там. Соответственно, извещатель может потерять. Что, ну, как бы, недопустимо для нас. Ну и еще момент, что, допустим, зона хорошего приема, зона неуверенного приема. Мы ставим здесь извещатель на краю этой зоны и видим, что у нас одна вспышка зеленого светодиода. Мы расстраиваемся, что думаем, что нам делать. А на самом деле нам, возможно, в этой ситуации будет достаточно на 10-15 сантиметров подвинуть извещатель влево, и качество связи у нас координарно изменится. То есть вот такие нюансы есть в радиоканале системы. Давайте дальше смотреть, что у нас. Значит, тут еще есть рекомендации по расположению антенны. Значит, изначально в NordGSM антенна расположена внутри корпуса. Вот здесь вот. В вертикальном положении. Ну и, в общем-то, для большинства объектов этого вполне достаточно. Для квартиры, там, непохожих объектов этого вам будет вполне достаточно. Можно даже не ломать иглу по этому поводу. Ну, если вдруг нам надо оборудовать большой объект, то есть смысл вынести эту антенну наружу. Значит, для этого в корпусе прибора предусмотрено отверстие снизу. Здесь оно показано в рисунке. Ну, соответственно, на вся антенну мы улучшим качество связи. Значит, в смысле тут в чем? Антенна используется у нас штыревая здесь. И данная антенна, штырь, да, имеет круговую диаграмму направленности. Ну и, так как большая часть объектов, которые мы будем оборудовать радиоканальной системой, они у нас имеют расположение помещений в горизонтальной плоскости, да, поэтажной. Вот. А диаграмма направленности у нас круговая, то при вертикальном расположении антенны, ну, собственно, наилучший результат распространения радиолома у нас будет по горизонтали. Вот, поэтому какие варианты у нас допустимы, да, монтажа? Это антенна вниз, да, потом, ну, если в каком-то случае вам понадобится перевернуть прибор, то это может быть антенна вверх, это не имеет значение для радиосигнала. Вот. Наилучший результат по опыту у нас достигается вот монтаж на стене, прибор, если антенна еще отогнута от стены где-то градусов на 30. То есть, это идеальный вариант, если есть вопрос, что-то надо делать именно так. Тогда будет достигнут максимальный результат, к которому мы, в общем-то, и стремимся. Значит, вот этот вариант, да, загнутая антенна, там, закрученная в узел, там, свернутая от комок, там, не влезла под потолок, что, в принципе, и неправильно по установке, но все же как вариант, да, это категорически, да, два крестика делать не надо. Вот, потому что неизвестно, как после этого у вас будут распространяться радиоволны, что у вас будет за антенна, вот, и что вы получите на выходе, тоже не ясно. Ну, ясно, что дальность радиосвязи у вас в разы ухудшится. Вот, и вот такой вариант, да, он будет у нас и крестик, и не крестик. То есть можно и нельзя. Если у вас объект с горизонтальным размещением помещений, то, естественно, вот так делать не рекомендуется, потому что, ну, качество связи мы ухудшим, а не улучшим. Вот. А если у вас вдруг какой-то объект, где помещения располагаются вертикально, то есть, как пример, это может быть какой-то маяк, какой-то маленький домик, там, двухэтажный, да, где там снизу кухня, сверху комната, там, или еще что-то, ну, побольше, конечно, лучше. Либо какая-то водонапорная башня с помещениями. Ну, в вашем случае вот этот вариант вам подойдет для того, чтобы пройти вниз и вверх. То есть, чтобы радиосигнал располагался вверх и вниз лучше. Вот. Единственное, что, если там какие-то железобетонные перекрытия, они деревянные, то тут тоже есть момент, что капитальные такие железобетонные перекрытия межэтажные, это одно перекрытие проходит, да, максимум два, но на втором там уже будет какой-нибудь неуверенный прием, скорее всего. Вот. Поэтому еще раз, да, если маленькие помещения, то в квартире там так далее, то ничего нам не надо голову ломать, мы протестую используем с антенной внутри. Если мы хотим улучшить качество радиосвязи на большом объекте, мы антенну выносим. Выносим ее, скорее всего, вертикально, либо вверх, либо вниз. Монтируем прибор, как вам нужно, да, там, может, из каких-то эстетических соображений. Вот. Изначально он выносится вниз, ну, может быть, вам придется там вверх ставить, это не имеет значения. Вверх-вниз антенна, главное, что она вертикальна. Вот. На горизонтальных, на объектах с горизонтальным расположенным помещением вот так не делаем. Ну, и стараемся при монтаже, там, антенну отгибать на 30 градусов где-то. Ну, аккуратно, там, не ломая прибор и так далее. Вот. Следующий слайд. Ну, здесь наш МНОК-ГСМ попал в металлический ящик, плачет. Вот. Потому что ему грустно, потому что до него радиосигналы от извещателей не доходят. Вот. Потому что у нас металлический ящик экранирует наш прибор и связь у него пропадает. Вот. Ну, соответственно, рекомендация это не устанавливать приборы в электрощитовые, металлические шкафы, там, вообще с каким-то электрооборудованием, там, да, с автоматами и так далее, с счетчиками всякими. Да, их ставить не надо. Также это относится и к НОК-ГСМ самому прибору, и к транслятору, и к извещателям. Не нужно ставить их на металлические экранирующие поверхности, да. Ну, что в начале мы говорили, там, стараться понимать, из чего там сделаны стены у вас и так далее. И все это ухудшает. Либо вообще у нас полностью напрочь исчезает связь. А вот таких примеров с металлическими ящиками при монтаже просто море. Вот есть монтажный блок, там, наставили туда все-все-все на свете, и пожарку, и там, еще что-то, и там, расширитель поставили туда, радиоканальный, и все, все счастливы. Вместе с антенной в ящик его закрыли, и потом, ой, не работает. Ну, вот. А почему? Значит, следующая рекомендация это установка приборов рядом с другими электроприборами. Это не всегда, как бы, может быть плохо, но может оказывать влияние, да. Это какие-то некачественные роутеры, которые, помимо своего диапазона, еще и дают шумы в диапазоне нашего радиоканала. Ну, и сторонник, да, системы. Те же телефоны, какие-то радиостанции по частоте совпадающие, Bluetooth тоже некачественный какой-нибудь. На практике оказывается, что и системный блок у нас, не пойми чем, но порой может сильно засорять эфир, ну, при том, в широком спектре частот рядом с собой, рамку Bluetooth при монтаже, при выборе места установки, стараться избегать монтажа рядом с различным оборудованием тоже, если есть возможность. Ну, дальше вот тоже пример, да, установка на металлических поверхностях. Металлическая дверь устанавливаем, магнитно-контактный извещатель прямо на металлическую поверхность и, естественно, получаем плохое качество связи с прибором, который установлен там за дверью где-то в другом помещении. Вот, при этом, если бы мы этот магнитный контакт сам вынесли выше, а соединили бы все это проводом, то ситуация у нас кардинально бы изменилась. Ну, еще одна рекомендация это расположение антенны в извещательном. Сразу говорю, что с завода у нас поставляется вот в таком виде антенна, она отогнута вверх от платы. Вот, и это правильно, то есть так должно быть это правильно. Вот, многие открывают извещатель, видят эту картину, непорядок, криво, косо, как же так, ну, и, естественно, приводят это все по их мнению к красивому виду, загибая ее внутрь корпуса, под плату. Ну, выглядит, да, мне кажется, красивее, но, по сути, что мы получаем? Примом даже такого извещателя на стену у нас получается экранировка радиосигнала стеной и плюс еще экранировка радиосигнала платы. и в разы у нас ухудшается качество радиопередачи в связи с этим. То есть, ни в коем случае вот так вот не делаем, если у вас старые версии извещателей, оставляем все как есть, либо исправляем. На, так, значит, по высоте установки рекомендации такие. Высота установки должна быть у нас половина помещения. Это идеально, да, это если у нас помещение без людей охраняемое. Если оно с присутствием людей, то допускается поднять его на уровень головы человека, там чуть выше. Вот, но оптимально это, конечно, середина, да, при этом, если это у нас коридор какой-то длинный, нам надо его перекрыть, видеть, то идеально вообще середина вверх-низ и середина правая стена. Вот. По монтажу извещателей в идеале бы их тоже монтировать на этом расстоянии, но у них есть свои требования по обнаружительной способности, по направленности и так далее, поэтому у них другие рекомендации, они в инструкциях в спорта отражены, и обычно они, в принципе, получаются выше немножко этого расстояния, но это не сильно сказывается, поэтому допустимо. Ну, и теперь немножко поговорим о устраненных недостатках, которые нам удалось выявить благодаря обратной связи с потребителями. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших потребителей, всегда у нас есть обратная связь, можно с нами связаться, написать нам предложения свои какие-то, свои замечания, ну и вот что-то в итоге мы поменяем, если такая необходимость. Ну и вот на данный момент в прошлом году у нас в конце года была некачественная партия держателей для батареек, это у нас выражалось чем? На держателе вот с этой стороны был небольшой заусенец, это какой-то там, ну не на каждом извещателе, на части, на какой-то небольшой части извещателя присутствовал этот брак, был заусенец, и этот заусенец прорезал полочку батарейки, тем самым у нас могло получиться либо замыкание, при этом батарейка как симптом сильно нагревалась и мог даже вещать листой выйти в связи с этим. Если там прорезалось не до конца и контакт то был, то не был, был быстрый разряд батарей как симптом. Это достаточно неприятное явление, но благодаря опять же обрядной связи с потребителем достаточно быстро было выявлено и на данный момент устранено. Тем, кому не повезло, с такой проблемой мы в принципе готовы эти извещатели обменивать, либо уже как вариант опробованный можно заизолировать держатели либо изолентой, либо термоусадками. или самый простой такой, ну, друбальный способ это просто плюсовой контакт батарейки обматывать изолентой, усиливая изоляцию, что, в общем-то, решает проблему. следующий. Значит, опять же, в результате эксплуатации обратной связи получили мы замечание по использованию на датчике вскрытия пластиковой трубки. То есть, это оказалось не очень надежно в некоторых случаях. и на данный момент принято решение и все это заменено на пружинку. То есть, новые извещатели у нас продолжаются пружинкой. было сделано также изменение конструкции датчика отрыва. Изначальный вариант он, в принципе, не требовал от монтажника никаких действий, то есть, монтажник производил монтаж и датчик отрыва уже должен был бы по дефолту работать. Но так как порой там качество ремонта стен и так далее называют нарекания и там какие-то есть ниши, маленькие какие-то отверстия, изгибы на стене. Были случаи, когда такие изгибы попадал вот этот пластиковый элемент и, соответственно, у нас каковой датчик скрытия постоянно показывал скрытие корпуса. На данный момент мы продумали эту ситуацию и при решении изготовили такой вариант. Для того, чтобы задействовать датчик скрытия, достаточно просто включить сюда шуруп. Если он вам не нужен, то ничего в случае нет, просто крепим извещатель и он работает без датчика скрытия. есть все направлено на улучшение характеристик извещателей, прислушались мы к вашим просьбам. Дальше, вот по поводу того, с чего мы начали про антенну разговаривать. В связи с тем, что были эти случаи с загибанием антенны под плату, сейчас пресс-формы изменены и доработан корпус, и теперь у нас в курсах есть площадки, на которых эти антенны держатся, и эти площадки не позволяют сгибать антенну. Такой вариант, такой вариант. Больше никакой самодеятельности. Ограничили мы вам доступ к прекрасному. ну и были нарекания по поводу СНК, что когда много извещателей, там просто руки отваливаются, крутить винтик в корпус, чтобы его закрыть. Ну вот, мы сжалились и сделали защелку, теперь можно просто на защелку закрывать, кому нужно еще надежнее, чем на защелку, можно и винтик вкручивать. мы не отняли у вас винтик и дали вам защелку. Что еще хочу сказать по качеству. У нас в принципе контроль качества проходит практически в два этапа. Предварительный контроль качества, конечный контроль качества. И мы очень много уделяем внимания этому процессу, поэтому вообще у нас процент брака очень маленький. расстроил нас опять же вернул назад слайд вот эта ситуация с заусенцем по батарейке. На данный момент из принятых мер это в общем-то смена поставщика этих держателей. Ну и усиленно контролируем сейчас этот момент. на данный момент эта проблема решена, то есть сейчас все этого типа извещателей с такими креплениями выходят 100% качества по этому элементу. А изначально выявить нам это не удалось, потому что мы в протестировании этих извещателей не используем батарейку, используем ее имитатор. А имитатор у нас выглядит как пластиковая туба, как батарейка, и два контакта слева-справа, плюс-минус. соответственно там прорезай пластик не прорезает пластик, замыкание это нет. Поэтому не вышло сразу все это фиксировать, но на данный момент все эти нюансы, о которых мы говорили, они исправлены, и все замечания, которые были у потребителя, тоже учтены. Поэтому пользуйтесь на здоровье. на этом я завершаю свое выступление. Если какие-то вопросы у вас в процессе эксплуатации возникают, мы всегда рады ответить на них в службе нашей технической поддержки, контактные телефоны и email. Всегда рады помочь. Ну и надеюсь, что то, что я вам рассказал, поможет вам в дальнейшем предостроение радиоканальных систем. Спасибо, коллеги. Я тогда передаю слово дальше. Ну и в процессе еще если есть вопросы, то можно продолжать спасибо Павел. Специалисты Риэлты присутствуют в чате. Если есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Они постараются ответить. Я со своей стороны хочу сказать, что работа над улучшением характеристик, облегчением монтажа и так далее радио беспроводной системы продолжается. Ничего еще не кончилось и об этом я отдельно скажу в части своей презентации. Да, вот она. Давайте посмотрим, что у нас изменилось, что появилось нового с того момента, как мы встречались на вебинаре в последний рак. В первой части я буду рассказывать про Node.js. Мы в самом конце апреля выпустили новую версию прошивки, версия с индексом 8.15. Выпускали, мы ее преследуем, в общем-то, вот такую цель. Начали поступать жалобы от клиентов о том, что вот мы поставили систему, развернули, все прекрасно работает, но почему-то приходят сообщения на пульт поступают о том, что разрядилась основная батарея, а через некоторое время зарядилась сама по себе. Или хоп, на объекте никого нет, гарантированно объект снят, в смысле, взят под охрану, датчик присылает тампер. Или еще вариант, и это наблюдал я лично, значит, теряется связь беспроводным устройством, теряется, причем именно сигнал приходит о потере связи, а через некоторое время восстанавливается. И вот эти вот события, они создавали у вас и, собственно, и у нас полное ощущение того, что система работает как-то нестабильно, как-то ненадежно, и рассчитывать на то, что вот она такая безотказная и хорошая нельзя. Мы начали копать, наша служба технической поддержки начала копать, и в конце концов нашли причину, по которой вот эти ложные события создавались. Причина крылась в том, в некоторых особенностях реализации протокола обмена с датчиком. Отдельно хочу отметить, что случаев, когда приходила тревога с датчика, ложная тревога, таких случаев зафиксировано не было. Ровно точно так же, как и не было по очевидной причине. Не было зафиксировано случая, что тревога была потеряна. И когда мы разобрались в причине, по которой возникают эти ложные события, то, собственно, стало и понятно, что действительно ложные события касались только неисправностей и только неисправностей. Соответственно, тревога там передавалась немножко по-другому и ее эта проблема не затрагивала. Проблема касалась ошибки, связанной с шифрованием обмена между датчиком и беспроводным расширителем. В некоторых случаях расшифрованное от датчика трафика, расшифрованное сообщение содержало недостоверную информацию о состоянии байта неисправности. Мы подумали, посоветовались с коллегами из Realt о том, как эту проблему дешевле устранить и сошлись на том, что мы изменим настройки протокола обмена между беспроводным расширителем и датчиками и отключим просто шифрование для этих датчиков, потому что это не принципиальная абсолютно опция, но при этом ошибка, которую это шифрование привносило в обмен, она уйдет. Как только мы эту функцию реализовали, мы сразу же выпустили версию 8.15, которая при установке на прибор меняет параметры протокола обмена, меняет настройки, и после чего вот эти ложные сообщения должны исчезнуть. И еще для того, чтобы сделать связь между беспроводным устройством и беспроводным расширителем еще более надежной, мы изменили параметры, которые касаются количества возможных пропусков, тестов, которые мы получаем от датчиков. Перед этим у нас в предыдущей версии прошивки была четверка, в новой версии мы поставили 9, и таким образом у нас тесты от датчиков прибора поступают каждые 30 секунд, но интервал контроля, то есть интервал, в течение которого датчик может находиться не на связи, мы в результате увеличили до 5 минут. Для тех ситуаций, для тех объектов, где радиосвязь достаточно устойчивая, в общем-то ничего критичного не произойдет. Сделано это было для тех объектов, где бывает, возникает какая-то устойчивая помеха, и достаточно продолжительная. То есть мы и так крутили, и так крутили, и решили, что 5 минут это можно еще себе позволить, а вот если будет больше, то, наверное, там уже надо либо литеру менять, либо радиосистему вообще нельзя это применять, потому что если помеха возникает на интервал длительностью больше 5 минут, то вероятность пропустить тревогу многократного возраста. Итого, в версии 8.15 две исправления, одно касается ложных событий с беспроводных устройств, о неисправности беспроводных устройств, второе исправление касается мы увеличили интервал контроля. Вот, если вы помните, то в предыдущей версии, номер я сейчас не вспомню, какая-то семерка, мы уже вносили изменения в настройки радиоканала беспроводки. Значит, и тогда мы сказали, слушайте, для того, чтобы эти изменения вступили в силу, вам нужно, значит, мало того, что обновить норд на новую прошивку, но еще нужно и перепривязать все беспроводные устройства. И понятное дело, что восторга это ни у кого не вызвало, и мы просто наблюдали, что прошивки-то, может быть, и обновляли, но реально на объектах никто, естественно, не перепривязывал датчики, и, по сути, то исправление, которое мы сделали, оно просто упало в никуда, потому что параметры-то мы исправили, но только датчики, они работали со старыми параметрами. И в версии 8.15 мы это учли, и после того, как вы обновите прибор до версии 8.15, абсолютно неважно, прибор это у вас на столе или уже установлен на объекте, прошивка сама опросит датчики на предмет, какие параметры радиосвязи они сейчас используют, и для каждого датчика индивидуально эти параметры изменят сама после обновления. Понятное дело, что это сделано очень аккуратно, так, чтобы никак на работу системы в целом не влиять, ни в коем случае не вмешиваться в обмен и так далее. То есть команда на каждой датчик индивидуально отправляется, выключить шифрование, значит, изменить интервал опроса, и все это происходит автоматически, выезда на объект не нужно, просто прекращаются проблемы и все. Еще одна вещь, которую мы исправили в версии 8.15, это такая вот спорная очень ошибка или недостаток, я даже не знаю, как сказать, это контроль нормы шлейфов при постановке. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что если у вас есть общие шлейфы, которые общие для нескольких разделов, то при взятии под охрану, например, вот в этом общем шлейфе обнаружится неисправа, или, например, тревога. И, как следствие, пользователь не может взять объект под охрану, потому что в шлейфе неисправности, отказ от взятия, все. Реально, при этом пользователь аргументированно очень говорит, слушайте, я же ведь на самом деле общий шлейф не буду ставить под охрану, потому что еще один раздел, которому принадлежит общий шлейф, он по-прежнему остается снят с охраны. Почему же вы мне не даете, например, свой кабинет взять под охрану? Пусть это будут проблемы того, кто будет ставить оставшуюся часть шлейфа под охрану. И здесь я вынужден скорее согласиться с таким аргументом, и мы контроль нормального состояния для тех шлейфов, которые реально не будут взяты под охрану после взятия раздела, мы его отключили. Вот здесь я попробовал нарисовать небольшую схему, попробую сейчас пояснить. Вот представьте себе, что у вас есть вот такой вот объект. И вот то, что четверка, это вот четвертый раздел, четвертый раздел, который пользователь хочет взять под охрану. При этом одиннадцатый шлейф и второй шлейф, они являются общими для всех разделов на объекте. Ну, одиннадцатый, очевидно, это коридор, и он, скорее всего, проходной, и его состояние в любом случае не контролируется. А вот второй шлейф, это такая-то, значит, переговорка, которая должна ставиться под охрану, когда все ушли с объекта. Естественно, там нет никаких задержек на вход-выход, там нет проходных, это обычный охранный шлейф. И вот пользователь четвертого раздела, значит, выполняет взятие своего четвертого раздела под охрану, и при этом у него в переговорке при этом кто-то сидит. Соответственно, там тревога. И ему говорят, отказ от взятия, там зона номер 2 тревога. Он говорит, блин, подождите, я не ставлю переговорку под охрану, я ставлю свой кабинет. Ну, если с тревогой пример немножко такой утрированный, надуманный, то, например, с неисправностью пример точно такой же. Представим, что у вас на второй зоне висит какой-то там проводной шлейф, и датчик дает неисправность. Еще раз, пользователь все равно ставит вот этот раздел. Его второй шлейф, который вообще в его раздел входит просто по остаточному принципу, никак не интересует. Тем не менее, он не может поставить свой четвертый раздел, потому что неисправность во втором шлейфе, который вообще в другом помещении. Так вот, вот именно эту зависимость разделов от общих разделяемых шлейфов между разделами мы в версии 8.15 устраним. Эта версия, опять же, с 28 апреля она лежит в облаке, и для того, чтобы вам на нее обновиться, нужно просто воспользоваться панелью инженера, нажать, значит, на кнопочку обновить объекты, объекты будут обновлены, параметры беспроводных устройств изменятся, и, скорее всего, от всех известных на сегодняшний день проблем с работой уже установленной беспроводки вы избавились. По крайней мере, на том объеме объектов, которые нам доступны для анализа, мы это просто наблюдали своими глазами. Сыпятся, сыпятся с некоторой периодичностью ложные неисправности, после обновления на 8.15 они прекращаются. Сюда вот. Вот. По Норду все. Я немножко расскажу про Норт в конце, о том, что там появится в самое ближайшее время. А сейчас я бы хотел остановиться на центре охраны версии 5.1, которую мы зарелизили, позавчера. Были обращения, значит, что, ребята, а где же история изменений, что вы там нового сделали. История изменений появится в самое ближайшее время. Исправимся. Вот. Но сейчас я все равно словами расскажу о том, что мы там сделали. Вот. Сразу оговорюсь, во вторник мы положили версию 839. В среду, вчера утром несколько пользователей пожаловались, что версия может и новая, но в ней еще есть и новая ошибка. Ошибка касалась того, что окно отработки тревоги почему-то не открывалось автоматически. И дополнительно ко всему звук тревоги продолжался даже после того, как тревогу отменили. Вот. Честно говоря, после того, как мы оправились от растерянности, мы нашли проблему, исправили ее и вчера во второй половине дня выложили на сайт версию 840, где обе эти проблемы устранили. Мои извинения, надо быть внимательнее. Значит, и того, что у нас снова появилось в версии 5.1. Основная ключевая возможность, которая там появилась, это взятие-снятие объектов, которые оборудованы приборами Node.GSN, взятие-снятие с охраны. Причем удаленно, непосредственно из модуля дежурный оператор. Несмотря на то, что многие, наверное, понимают, зачем это нужно, я все равно объясню, поясню. У нас есть целый ряд объектов, которые без пользователей. То есть, мы охраняем не какие-то помещения, не офисы, не квартиры, не склады, а мы охраняем, например, банкоматы, то есть, внутри никого нет. Мы охраняем телекоммуникационные шкафы, в которых размещено оборудование, или мы охраняем какие-то еще необслуживаемые объекты. Это могут быть трансформаторные будки, это могут быть какие-то электроподстанции, котельные. Все, где взятие и снятие, оно не происходит в любой момент, когда захотелось, кому-то, а всегда санкционировано и связано с каким-то процессом. Там, обслуживание, инкассация, ремонт, то есть, просто так, туда в любой момент человек прийти не может, то есть, нет, сохранен, не может. Сейчас, воши рядом для таких объектов используются точмем-ресчитыватели, которые прекрасны всем, то есть, дешево, в общем-то, более или менее защищенно, и так далее, но обладает большой уязвимость. Дело в том, что вот он точмемори ключи, если у вас вот банкоматы или это шкафы, вот у вас сколько таких объектов, столько должно быть ключей, в общем-то, либо в дежурной части, либо у каждого монтажа. Конечно, так никто не делает, хотя меня уверяют, что некоторые ходят с чемоданами ключей, вот, и, как правило, одним ключом можно снять любой банкомат в городе или любой телекоменционный шкаф там в районе, естественно, что безопасность такой, надежность такой охранной сигнализации, она под большим вопросом. Для того, чтобы именно эту проблему, санкционированный доступ к объекту, вот к такому объекту решить, предложить решение для такой проблемы, годится с нашей точки зрения взятие-снятие дежурным операциям. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, во-первых, значит, взятие-снятие работает только по какому, только в том случае, если объект подключен к центру охраны по IP-каналу. Значит, это либо GPRS, вот, либо Ethernet. Как вы знаете, Node.GSM опционально может быть снабжен Ethernet-адаптером, и в результате вы получите, если так сделаете, не только канал GSM, а, значит, существенно более надежный еще и канал Ethernet. А GSM будет резервен. То есть, если вы используете для доставки сообщений с прибора на центр охраны, не IP-каналы, например, только голосовой канал или только CSD-канал, то, к сожалению, вам эта функция недоступна, она работает только по IP-каналу. Второй момент очень важный, который надо знать про эту функцию. Эта функция включается и выключается, во-первых, на самом приборе. То есть, в настройках прибора, в конфигураторе, на вкладке разное. Есть вот такой блок, как на картинке, который называется взятие и снятие. И вот в нем есть пункт «Разрешить удаленное взятие и снятие из центра охраны». Понятно, что для обычных объектов, для тех, на которых есть пользователи, этот пункт должен быть выключен, чтобы у оператора центра охраны не было никакой возможности объекта, на котором есть пользователи, взять или снять с охраны. Но для банкоматов, шкафов, котельных и так далее этот пункт нужно включить. Если этот пункт выключен, удаленное взятие и снятие из дежурного оператора работать не будет. Будет работать только если этот пункт включен. И еще одна вещь, о которой нужно сказать. Оператор, который хочет выполнить взятие или снятие объекта из дежурного оператора, должен обладать соответствующим правом. Правом на удаленное взятие объектов и правом на удаленное снятие объектов. Обратите внимание, что эти права реализованы отдельно. Почему? Потому что если мы говорим о банкоматах, ну и не только о любых на самом деле подобных объектах, но особенно о банкоматах, то вот снять банкомат с охраны правильно, если это может сделать только один какой-то оператор смене, например, старший оператор, потому что это некоторое такое действие, человек, который его выполняет, он должен за это отвечать, что он реально снимает, сейчас оставляет прибор, в смысле оборудование без охраны. Другими словами, если у вас приехал, например, инкассатор или монтажник на объект, то он, для того, чтобы ему сняли объект с охраны, должен связаться с вполне конкретным оператором, который проверит полномочия этого инженера либо этого инкассатора, убедиться в том, что он действительно направлен на этот объект и имеет право снимать его с охраны и снимет ему с охраны. А вот взять объект под охрану может любой оператор, неважно какой. То есть вы, условно говоря, защищаете важную функцию снятия и разрешаете брать объекты под охрану любому оператору. Узкое место у вас только на снятии, потому что полномочия на снятие нужно проверить. После того, как работы завершены, инженер связывается с любым оператором и говорит, слушай, я закончил работу на таком-то объекте, возьми его, пожалуйста, под охрану. Итого, значит, взятие и снятие должно быть разрешено в приборе. Второе, у оператора должны быть права на взятие и снятие права в модуле дежурного оператора. Как это выглядит? Если у вас объект, который удовлетворяет всем указанным условиям, то есть на нем стоит NordGSM, версия, кстати, NordGSM от 5.40 и выше, то есть совсем не обязательно стоит 8.15, но 8.15 надо поставить, если у вас беспроводка обязательно. Значит, если на объекте настройках прибора разрешено взятие и снятие, и если у оператора есть права на выполнение этой операции, то при нажатии правой кнопки мыши на объекте у вас вот появляется такое меню, где есть два новых пункта. Взять вот охрану и снять с охраны. Естественно, что эти пункты, они зависят от состояния объекта. Если объект полностью снял с охраны, то будет только пункт взять под охрану. Значит, если объект взять под охрану, то только снять. В любом случае вы выбираете взять или снять и получается вот такое вот окошко, где вам дежурный оператор предлагает, внутридежурный оператор предлагает выбрать те разделы на объекте, которые нужно, состояние которых нужно изменить. Ну, в данном случае по картинке это взятие под охрану. Что при этом важно, что вы выбираете, какой именно раздел вы хотите снять с охраны, если разделов на объекте несколько. Значит, если на объекте только один раздел, то вот это окно появляться не будет и просто весь объект целиком, ну, а по факту просто первый раздел этого объекта будет снят или взят под охрану. То есть, мало того, что мы определяем оператора, который может выполнить снятие или взятие. Мы еще и при обслуживании оборудования можем отдельно снимать, например, зону инкассации, но при этом не снимать с охраны оборудования и охраны сигнализации. Да, те отделения вот этого защищаемого объекта, где расположено то, куда все равно доступа у того, кто приехал на объект не должно быть. при взятии и при снятии удаленном объекта под охрану можно выбрать тот именно раздел, который нужно снимать. Если вы, например, хотите снять с охраны все, то поставьте в этом окошке три галочки и у вас все три раздела этого объекта будут взяты под охрану. И при этом важно еще и понимать, что и взятие и снятие удаленное выполняется точно так же по тем же правилам, как и обычное взятие, если бы пользователь снимал ключом или с помощью кодонаборника. Надеюсь, что у вас видно лучше, чем у меня, но этим скриншотом я хотел проиллюстрировать, что вот я попытался сейчас взять под охрану все три раздела и я по первому разделу получил отказ от взятия, потому что шлейф, который входит в первый раздел неисправен, соответственно, прибор отказался брать его под охрану, прислал отказ от взятия, а второй и третий раздел соответственно были взяты под охрану, у них все в порядке. Обратите внимание на код события, код особенный, 499, и обратите внимание на описание, в описании явно написано, что это взятие или снятие было выполнено из центра охраны. В общем-то, предвижу вопросы, которые будут. Нам бы регистрировать оператора, который выполнил эту операцию, нам бы регистрировать ошибки. Да, обязательно это все добавим, чуть-чуть попозже. Еще один момент, на котором я хотел остановиться, он очень тонкий, остановиться подробно в своей презентации, это объектовые номера раздела. Боюсь, что кто-то может не понять, о чем идет речь, но давайте сейчас я вот тезис утверждения такой. Объектовый номер раздела, если у вас центр охраны 5.1, не должен быть равен номеру объекта. Это главный такой тезис утверждения. Что такое объектовый номер раздела? Это вот тот самый поле, которое в центре охраны называется номер ключа. У нас некоторое время назад начали жаловаться пользователи на то, что вот мы получаем события с объекта, и это событие, оно приходит, например, без номера раздела или с номером раздела, но привязывается куда-то непонятно куда. То есть у события, например, разряд АКБ вдруг появляется описание от какого-то непонятного шлейфа или от какого-то непонятного раздела. Мы начали разбираться, из-за чего эта проблема возникает. В общем-то нашли. И предлагаем следующее решение о центре охраны 5.1, которое на сегодняшний день представляется, оно закрывает все вопросы. Если у вас объект работает в протоколе Contact ID, то есть он работает по GSM, по GPRS, он работает в голосе, в Contact ID и так далее, то у вас объектовый номер раздела, он же номер ключа, должен быть равен нулю. Вот раньше ноль поставить было нельзя. раньше вы, если не хотите сюда ничего вписывать, вам надо было вписывать сюда номер объекта. Так вот, больше так делать не надо. Номер объекта, номер ключа вписывать не нужно. Если вам он не нужен, он никак не используется, поставьте туда ноль. Проблемы не будет, она исчезнет сама собой. А вот вы спросите меня, слушай, а вообще, когда он может потребоваться, вот этот самый объектовый номер у раздела? Если вы работаете в протоколе ПАФ, НПАФ и ПАФ, то есть это либо по телефону в ПИМовских протоколах вы работаете, либо по радио вы работаете в ПИМовских протоколах, то у вас нет никакого способа идентифицировать раздел, кроме как на приборе настроить для него собственный объектовый номер. Ну вот, собственно, отсюда это название объектовый номер раздела. И я прошу всех, если вы ставите новые объекты такие, пожалуйста, не ставьте для разделов объектовые номера, которые бы совпадали с номером объекта. Поставьте для них другие объектовые номера. Ну, например, если у вас объект номер 2006, поставьте для разделов объектовые номера 2007, 2008, 2009. Это же касается и приборов Nord-GSM в металлических корпусах, которые работают по радиоканалу. То есть, если вы ставите Nord-GSM, к которому будет подключена радиопередача, то при настройке этого прибора на вкладке радио поставьте номера, объектовые номера разделов, которые не совпадают с номером объекта. Вот. И это же, естественно, касается и приборов Nord-RF, которые можно заказывать. Это приборы без GSM модема на борту в металлическом корпусе изначально предназначены для работы по радиоканалу либо по каналу зоны, если вы подключите адаптеры. Вот. На проектовые номера все. Давайте посмотрим всякие мелочи, о которых спрашивают, и мы их тоже подправили. Значит, первое, что мы сделали, мы попытались побороться с проблемой нулевого времени на объекте. то есть не секрет, что если вы объект запускаете, ну вот, я даже не знаю, как правильно сказать это, наверное, сначала начну. Откуда на приборах Nord-GSM, сержант-GSM и союз-GSM берется время? Оно на самом деле берется всего лишь из двух точек. Если вы к прибору подключились к конфигураторам, то конфигуратор при подключении к прибору всегда синхронизирует время, ставит то время, которое на компьютере, на котором запущен конфигуратор. Второй вариант, если прибор подключился по GPS-у либо по Ethernet, ну, в общем, по IP-каналу к центру охраны, то центр охраны после подключения принудительно синхронизирует время на приборе и выставляет на нем такое же время, как на компьютере, на котором запущен центр охраны. Возможна ситуация, при которой у вас прибор был полностью обесточен по какой-то причине, и время на нем сбилось. Соответственно, у вас при старте прибор формирует некоторое количество событий, ну, события о включении, события о состоянии периферии, и если это произошло, включение прибора произошло после того, как он был полностью обесточен, то вот у этих событий будет так называемое нулевое время. То есть прибор не знает, сколько сейчас времени, он еще не подключился к центру охраны и формирует вот это вот самое нулевое время. Понятно, что когда эти события приходят дежурный оператор, то они либо попадают в самый верх списка, и оператор их просто не видит. То есть монтажник звонит, говорит, ну что там, есть какие-нибудь события с моего объекта? Оператор говорит, нет, последний был неделю назад, ничего нет. На самом деле они есть, но они просто ему не видят. Второй момент, что в отчетах, если делать отчеты по событиям с этого объекта, то этих событий тоже нет, потому что у них неправильное время. Мы это время корректируем. Теперь версии 5.1 Вы получаете, когда источник событий видит, что прибор присылает время нулевое, понятно, что легко его идентифицировать, то он просто для этих событий ставит время на 10 минут раньше, чем текущее. Мы так прикинули, что 10 минут это приблизительно 600 секунд, события формируем, время мы корректируем так, чтобы каждое новое событие было каждую следующую секунду, ну типа до 600 событий после включения мы сможем промаркировать и вроде бы этого должно быть достаточным для подавляющего большинства случаев. В общем, если вы сталкивались с этой проблемой и вам она мешала, проблема нулевого времени, которая приходит с объектов, то вот мы ее устранили в версии 5.1 и надеюсь, что теперь станет легче разбираться с приборами после включения. Следующий момент это такая ошибка, которая была в версии 5.0. Если оператор, например, смотрит карточку объекта, то звук приходящей тревоги не воспроизводится. Ну не обязательно карточку объекта, на самом деле любое модальное окно, открытое в модуле дежурного оператора, вот оно блокирует появление звука. Ну вот эту ошибку мы тоже устроим. и сделали несколько таких приятных дополнений. В первую очередь, мы благодаря, с одной стороны, вашим отзывам, а с другой стороны, благодаря тому, что мы знаем, что будет в новых версиях Nodad GSM, мы дополнили шаблон событий и добавили туда события, которых не хватало уже для существующих приборов, и события, которые появятся вот в год. Кроме того, в связи с тем, что у нас в продажу поступил прибор Nodgsm в металлическом корпусе, да, и который уже, значит, может работать по радио, и у вас одновременно может прибор работать и по GSM, и по радио, и естественно, вам нужен объединенный шаблон, чтобы вы по GPRS, по IP продолжали принимать события в Contact ID, и они корректно отражались, их описание корректно формировалось в движенном операторе, но с другой стороны, если прибор эти же события передает по радио, то, соответственно, вы должны их видеть в применении к протоколу EPUB. Contact ID и EPUB протоколы кардинально разные, без шаблона, который объединяет в области протокола, просто не обойтись. Спасибо.